92% эстонских учителей испытывали выгорание на работе, а примерно 60% обдумывали уход с работы из-за низкой зарплаты и переутомления. К таким выводам пришел Эстонский союз работников образования, проводивший исследование психического здоровья учителей с целью выяснить, как они справляются с рабочей нагрузкой. Однако, несмотря на тяжелые условия труда, учителя ценят свою работу, профессию и то вдохновение, которое им дают ученики. Конечно, не только любовь к родной школе удерживает людей от смены работы. Более 55% учителей старше 50 лет и более 20% старше 60 лет, и им трудно найти новую работу. Ну а в русских школах ко всем этим стрессам добавляется и страх, что учитель не владеет эстонским языком или недостаточно им владеет. В некоторых русских школах уровень стресса учителей может быть больше, так как, особенно в последнее время, много разговоров о языковых требованиях. А если учитель не владеет языком на должном уровне, то, конечно, уровень стресса возрастает. Работа в многоязычной среде может быть сложнее, хотя этот вопрос конкретно мы не исследовали. Надо еще учитывать, что количество часов, проведенных в классе, только верхушка айсберга. Время для подготовки урока и проверка домашних заданий тоже ведь большая часть нагрузки. К тому же, с начала пандемии, а потом еще и притоком беженцев из Украины, учителя вообще работают в кризисных условиях. Учитывая, что людям нужна и нормальная зарплата, и хорошие условия труда, нехватку учителей будет восполнить очень непросто. При таком темпе у нас действительно через 5-10 лет будет огромный дефицит учителей. Он уже сейчас есть. Учителя в детских садах, учителя в школах, опорные специалисты. Это все сейчас уже такие профессии, которые скоро будут на вес золота. И на самом деле мы наблюдаем большую нехватку. Каждый год у нас директора наших учебных заведений публикуют множество объявлений о приеме на работу. И в итоге с большим трудом находят каких-то кандидатов. Таллин делает все, чтобы повышать зарплаты педагогов и работников образования. Но, по мнению Вадима Белобровцева, в такой ситуации нужно получить четкий сигнал от государства. И в первую очередь от Министерства образования. В каком направлении действовать дальше. О повышении зарплат учителей говорится очень давно. Но ведь и это не единственная проблема. Отношение к педагогам в обществе, престижность данной профессии. Все это тоже не на высоте. Лентровская, Роман Васильев, Новости Талина.